Познакомиться с журналистами и ответить на волнующие горожан вопросы. На первую официальную пресс-конференцию представителей СМИ пригласил новый управляющий Приморским отделением Сбербанка Сергей Радюшкин. Должность главы самого крупного отделения банка на Дальнем Востоке он занимает с июля этого года. Задача стоит равномерно такая, чтобы мы с сплоченной дружной командой продолжали занимать лидирующие позиции. Но это возможно только в первую очередь при достижении существенных результатов по развитию нашего края, по развитию экономики, по оказанию качественных услуг нашему населению. В первую очередь обсудили новые услуги, которых немало как в розничном, так и в корпоративном направлениях. Так, в потребительском кредитовании Сбербанк сегодня уделяет максимум внимания ускорению процесса оформления сделок. Сейчас мы переходим на формат двух минут. То есть, благодаря тому, что мы развиваем наши системы, мы понимаем, какая транзакционная активность проходит у того или иного клиента на основе больших сложных алгоритмов данных, мы можем принимать решения в текущем моменте уже за две минуты. Большое внимание уделяют и повышению функциональности знакомой, пожалуй, каждому платформы Сбербанк Онлайн. Это мобильное приложение позволяет совершать денежные переводы и платежи, составлять финансовый план, ставить цели и делать накопления. И это не весь перечень возможностей. Сегодня у платформы появилась приятная новинка. Теперь в мобильном приложении Сбербанка можно отправлять открытки, что дает возможность, например, делать поздравительные денежные переводы. Сбербанк Отдельного внимания заслуживает и приложение Сбербкитс. Эта детская платформа не только максимально удобна, но и полезна. Она позволяет обучить подрастающее поколение финансовой грамотности. На встрече с журналистами Сергей Радюшкин озвучил приятную для горожан новость. Клиентов Сбербанка в ближайшее время ожидает открытие нового большого офиса на Луговой. Анна Бережная, Станислав Лазебный. Новости на Восьмом.